Господа, братья и сестры, за то, что мы слышим сегодня и видим своими глазами. И то, что мы видим и слышим, относится к тому, что Иисус сказал, многие пророки и цари желали видеть и слышать, что вы видите и слышите, и этого не имели. Нам посчастливилось жить в такое время, когда уже Иисус родился, и не только родился, но умер и воскрес, и не только умер и воскрес, но проповедан. И проповедан не только в Средиземноморье, но и в наших землях, и не только в нашей стране, но и в нашем городе. И дошло в отдельности каждого из нас, кто находится здесь. И, знаете, я хотел бы сегодня говорить, очень считаю я это фундаментальную и серьезную тему, и, наверное, она не будет так просто или легка для усвоения. И я очень вас попрошу настроиться на то, что вам может быть не так интересно, раз, и не так легко, это два. То есть нужно будет нам прямо свой разум, свое сердце наклонять к размышлению. Я бы, наверное, ни за что бы не стал браться за такую тему, если бы она не являлась одной из ключевых в христианстве, в нашем понимании Господа вообще. И, видимо, постольку, поскольку она важна, видимо, может быть поэтому и непроста. Хотя изо всех сил буду стараться делать это все понятным. Эта тема называется... Мы встречаем это слово многократно в Библии. И, знаете, раньше, когда я читал это слово, оно мне ни о чем не говорило. Как мы нередко упоминаем, что поя псалмы, о том, что Бог сделал для нас, о том, что Иисус пережил на кресте, мы согласимся с тем, что мы далеко не всегда, а если даже когда и поняли, то далеко не во всей полноте понимаем, что пережил для нас Господь, и что Он нам подарил во Христе Иисусе Сыне Своем. И поскольку мы этим не обеспокоены, мы об этом можем не размышлять, в это не вникать, об этом не молиться, довольствоваться какой-то малюсенькой-малюсенькой долей того, что нам довровано в Господе Иисусе Христе, и оттого и эффективность нашей христианской жизни такая малюсенькая, если она вообще есть. А для некоторых жизнь христианская – это тяжкое бремя, которым они несут груз. Помимо житейских трудностей, еще и надо исполнять Божий закон, Божьи заповеди, еще и надо молиться, еще и надо Библию читать, еще и надо ходить в собрания. Боже мой, как это все выдержать, скорее бы Господь пришел. Это все говорит о том, что мы где-то соприкоснулись с Богом, с Его Евангелием, в какой-то одной, может быть, единственной, в двух гранях, и действительно это очень жалкая участь. И, конечно же, как один брат сказал, что молиться люди начинают не от проповеди о молитве, а когда какая-то беда приходит в жизнь, это действует лучше, чем много проповедей, целый семинар о молитве. И точно так же сегодня я понимаю, что если мы будем об этом говорить и даже изо всех сил стараться, это еще не значит, что мы усвоим этот вопрос от проповеди, но я хотел бы, чтобы этот процесс как бы начался в нашей жизни, в нашем сердце, чтобы мы начали об этом думать, об этом размышлять, потому что он действительно влияет на все в нашей жизни вообще. И на то, как мы исполняемся Духом Святым, и на то, как мы побеждаем грех, и на то, действуют ли дары в нашей жизни, есть ли в нас комплексы неполноценности, чувствуем мы себя ничтожествами или самыми лучшими святыми из всех находящихся здесь, как мы реагируем в конфликтах, являемся ли мы соперничающимися людьми и так далее. Начиная от самых основательных вопросов, как наше общение с Богом и освящение, и наше служение, и заканчивая мелкими моментами взаимоотношений с людьми, на все, абсолютно на все это влияет понимание этого фундаментального библейского вопроса, который звучит как оправдание во Христе Иисусе. Раньше, когда это выражение встречалось мне, я воспринимал его как синоним многим другим вещам, как прощение, очищение, спасение и так далее. Это действительно очень сродные понятия. И я как-то так, знаете, вот читаю этих авторов и помню, я уже отношусь к такому поколению, которое любит лаконичность, краткость. Это поколение, которое желает, чтобы мысли выражались минимальным набором слов и синонимом, чтобы как бы без лишних предисловий, без лишних заключений. И вот я помню, когда я с таким вот мышлением подходил к Священному Писанию и читаешь, как молятся и говорят, Господи Боже, Творец неба и земли и всего, что в них находится, Ты сотворивший ныне. Я думаю, ну зачем такое предисловие, когда можно сказать Боже? И всем понятно, что Он все сотворил и сотворил то, что находится и в море, и на суше и так далее. Потом ты читаешь апостолов, когда они говорят, что Бог очистил, оправдал, омыл, осветил. Думаешь, ну ведь можно было просто сказать, ну спас и еще что-то. Но оказывается, на самом деле, когда мы вникаем в суть того, о чем говорит Господь, каждый термин имеет свой смысл и в каждом термине заложен такой Божий дар для каждого из нас, который нам нужно уразуметь. И апостол Павел не зря молился за церковь города Ефес, в частности, люди уже давно верующие, но он молится за них известную молитвой, чтобы они поняли и уразумели, что им даровано во Христе Иисусе. Если мы как церковь, как христиане, будем всегда озадачены только тем, что мы делаем, что происходит с нашей личностью, как правильно мы должны поступать, мы в конце концов надорвемся, забуксуем, остановимся и дальше двигаться не сможем. Библия говорит о том, что наши перемены происходят от взирания на Господа. Мы должны думать о том, кто Он есть, что Он делает, и потом уже отображать то, кто Он есть и то, что Он делает в нашей жизни, в наших поступках. Апостол Павел, человек, который был очень-очень мягким, очень снисходительным, вы помните, он уступал в очень многих вопросах и даже был готов в жизни своей не есть мясо, если это мешало каким-то людям принять Евангелие. Я думаю, что очень немного миссионеров готовы пересмотреть свой рацион питания, свое меню ради того, чтобы кто-то был спасен. Этот человек умел, как написано для всех, сделать совсем, поскольку это не касалось нарушения Божьего закона. Он никогда не уступал там, где этот вопрос был заповедей, но в вопросах культуры, в вопросах питания, в вопросах разных технических моментов этот человек был готов уступать. То есть просто сегодня представьте себе, что мы с вами обычно сидим на своем месте в молитвенном доме в силу каких-то причин. Наверное, необъяснимых. Наверное, никто из нас не сможет до конца объяснить, почему именно вот эта скамейка и именно это место, именно в этом ряду, вот так исторически стало мы. Это очень сложно. Может быть, мы первый раз сюда сели, как бы, и потом как-то все сложилось благополучно. Вы знаете, на самом деле бывает, что даже такая мелочь, ты приходишь в молитвенный дом и на твоем месте сидят. К счастью, большинство из нас не подвинет этого человека, который сидит на нашем месте историческом, сложившемся так, но что-то внутри так вот, эх, придется чего-то, какое-то место нам искать. Это говорит о том, что как мы привыкли к такому устоявшемуся образу жизни и как трудно нас подвинуть на сантиметр влево или вправо. Павел был человеком, который мог двигаться на километр влево-вправо, вперед-назад, если это касалось спасения Божия и не касалось нарушения Божьего закона. Но однажды в церковь, в которой он трудился, Антиохия, город, пришли люди, которые начали говорить, если вы не обрежетесь, если не совершите обрезание по иудейскому обычаю, вы спастись не можете. И мы видим здесь преобразившегося человека, тот, который был агнец в своем характере, который был для всех, всем встал как скала. Он просто, там был очень острый разговор, там была такая дискуссия, в которой апостол Павел не хотел ни на сантиметр подвинуться, и дело дошло до того, что решено было послать делегатов от обеих позиционирующих таких групп в Иерусалим, чтобы там поставили точки над И в этом деле. И когда потом, после апостола Павел в послании Галатам, который как раз касается этого вопроса, как человек спасается, каким образом человек спасается, Павел говорит, что когда вкрались лжебратья, которые пришли посмотреть за наши свободы, он говорит, мы им ни на час не уступили. Это говорит о том, что очень важно понимать, каким образом Бог спасает человека, очень важно правильно понимать, как Бог спасает нас, и Павел стоял за это насмерть, потому что это вопрос жизни и смерти отдельного христианина, и вопрос жизни и смерти отдельной церковной общины. И апостол Павел пишет, когда Галатам, они как раз провалили экзамен в этом вопросе, и он говорит, что в результате того, что вы не так стали понимать спасение, он говорит, вы остались без Христа, отпали от благодати. Представьте себе человека, представьте себе церковь, которая осталась без Христа. Это смерть, это ничто, это одно название церкви, это община, которая идет в никуда, и в которой уже давно не совершается животворное Божье действие. Может быть, эта община просуществует еще столетия, но там уже нет Бога. Почему? Потому что вопрос, который сегодня мы хотим поднять, он был преподан некорректно, неверно, и лишил церковь взаимодействия с благодатью и со Христом. Это очень важный вопрос, и учение об оправдании во Христе Иисусе делает христианство уникальным явлением вообще. То, что говорится в этом учении, в Библии нет нигде, не встречается ни в одном другом религиозном течении, и мы сегодня должны понять, что если мы саму эту суть не понимаем, если сам корень христианства, мы никогда не будем иметь успеха ни в нашем служении, ни в нашем освящении. И все, что мы будем в нашей жизни строить, абсолютно все, самое лучшее, с самыми лучшими намерениями, если в нашей жизни нет этого фундамента, все будет криво. Все строение будет кривым. Все наши лучшие достижения будут Богу неугодны, потому что понимание оправдания во Христе Иисусе является фундаментальным, является основанием для всего, что мы дальше в нашей жизни будем делать. Тема эта трудно принимается человеком, который не понимает сути Божьего характера. В Евангелии от Матфея есть очень интересная притча, кто читал Библию, знает ее о том, как люди проработали очень разное количество времени, одни 12 часов, другие там 6, одни вообще час, и получили одинаковую зарплату в конце дня. И люди, которые много проработали, они просто взорвались, был социальный взрыв такой, как такое может быть вообще. И вот эту притчу Христос ненапрасно ставил в Слове Божьем. И вот эта тема, о которой сегодня я хочу начинать говорить, она как раз производит вот это негодование в некоторых сердцах. И если вы почувствуете внутри себя, что слушая эти вопросы, как Господь это все преподает, и вы говорите, так неправильно, это несправедливо, не так должен стоять вопрос, это говорит о том, что вы действительно соскальзываете с прямой, чистой, неповрежденной евангельской истины. Почему эта тема не так часто проповедуется? Вы знаете, как я уже сказал, что это непростой вопрос сам по себе. Ну и апостол Павел говорил о таком понятии, он говорит, если бы я дальше проповедовал то, что говорится в Ветхом Завете, то я бы не был гоним. Соблазн Креста заключается в том, что Евангелие не просто говорит человеку, как поступать правильно. Если бы христианство было очередным религиозным направлением, в котором говорится о том, как можно поступать и как нельзя поступать, то это бы было просто одно из проявлений нравственных, каких-то этических норм и более ничего другого. Соблазн Креста заключается в том, что проповедуется нечто, чему противится человеческая плоть. Практически каждый человек в принципе на земле согласен с моральным учением. Так можно, так нельзя, это хорошо, это плохо, но учение Креста, учение об оправдании во Христе Иисусе, как Бог спасает человека, как Он делает его святым, каким образом Он приближает его к себе, это встречает противление в самой глубине человеческого естества. И это вызывает реальные гонения, как минимум, это вызывает эмоциональные гонения. Сегодня мы живем в эпоху так называемого, я использую это слово, можете его сразу же забыть, но этот термин сейчас применяется, это эпоха релятивизма, то есть, когда говорится о том, что истина относительна. То, что истина для тебя, не истина для меня. То, что ты считаешь правильным, я могу считать неправильным. И, пожалуйста, не навязывай мне свои понимания, не навязывай мне свою правоту. Хочешь верить так, верь, я к тебе не лезу, и ты ко мне не лезь. Это понимание говорит о том, что истина абсолютно не существует, она отдельно для каждого человека. Это произошло от того, что в свое время церковь в Средневековье, в частности, очень сильно давлела над обществом и всякое инакомыслие просто очень жестоко преследовалось, и люди как бы отреагировали на это, и отреагировали так далеко ушли, что сегодня каждый понимает, что он хочет. И вы знаете, когда этот вопрос касается каких-то таких абстрактных вещей, типа того, что кому ты поклоняешься, в кого ты веришь, какой тебе писатель нравится, там как бы вот этот разброд мнений, ну он понятен и усваивается, и все ясно. Но общество не понимает, что однажды один человек может встать и сказать, знаете, вот вы считаете, что убивать это плохо, а я считаю, что убивать это хорошо. И у релятивистского общества не будет ни одного аргумента, потому что истина для вас убивать это плохо, а истина для него убивать это хорошо. И то, что истина для вас не истина для него, и наоборот. И вы знаете, сегодня эта атмосфера царит в обществе, и когда верующий человек говорит о том, что Иисус это единственный путь к Богу, и другого пути нет, он как минимум окажется эмоционально преследуемым человеком, его назовут фанатиком, его могут назвать экстремистом, его могут назвать зазнайкой, чем угодно. Вы знаете, когда мы говорим о своей общине или о самих себе, что мы лучше всех понимаем истину, это действительно зазнайство. Мы не можем нахваливать ту среду, поставив ее выше всех остальных существующих. Мы не можем и не правы будем, если скажем, что мы, как церковь, наилучшие и лучше всех спасаться среди нас. Но будет правильно и может быть ценой собственной жизни придется однажды сказать, что Иисус это не один из вариантов идти к Богу. И Иисус это единственный путь к Богу, безальтернативный и других путей нет. И вторая причина, почему не очень-то хочется поднимать этот вопрос, когда апостол Павел об этом говорил, он встречал такую реакцию. То есть, эта тема настолько сложная, что люди слушали Павла и потом, знаете, что говорили, так нам не грешить ли тогда, чтобы благодать умножилась? Представляете, Павел поднимает фундаментальный вопрос, то, без чего не может быть христианства вообще. Он объясняет это лучше, чем кто-либо из нас мог бы это объяснить. И слушая этого замечательного проповедника, люди умудряются сделать вывод, так что, нам тогда грешить можно? или как говорится в другом месте, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим. Когда мы начинаем поднимать этот вопрос об оправдании во Христе Иисусе, невнимательное усвоение этого предмета, поверхностный подход, или особенно, если вы не придете в следующее собрание и не дослушаете, то вы, скорее всего, останетесь с выводом, я не гарантирую, что мне дадут слово Божие в следующий раз говорить, но тем не менее, в следующий раз, когда будем об этом говорить, этот вывод может появиться, понимаете, и сразу же вызывает отторжение, как это, как это так могут учить, всю жизнь нас учили, что нужно вести себя хорошо, и здесь какое-то учение, как будто бы, как будто бы разрешающее нам грешить. Знаете, это очень, очень сложный момент, и поэтому я прошу вас не делать выводы ни на каком промежуточном этапе, пожалуйста, дослушайте до конца, все вопросы, которые у вас появятся по ходу дела, я буду очень рад о них порассуждать, с вами вместе на эти вопросы ответить. Прежде чем мы пойдем дальше, мы помолимся за детей и за воскресную. Когда мы понимаем суть предмета, когда мы понимаем суть предмета, мы не спутаем похожие, но разные вещи. И наоборот, мы можем видеть сходство в непохожем, но в том, что по сути есть то же самое. Когда человек говорит о том, что христианство это один из многих вариантов пути к Богу, этот человек не понял сути христианства вообще. Вы знаете, к чему относится арбуз? Фрукт, овощ, гриб, растение, ягода. Похож ли арбуз на ягоду? Скажет ли ребенок, который ел клубнику, малину, чернику и так далее, скажет ли он с первого взгляда, когда вам покажут арбуз, что это ягода? Нет. Он, скорее всего, назовет это фруктом, потому что это похоже на дыню, на манго и так далее. Это подобные вещи. Но ботаники нам открыли глаза и сказали, суть, есть то, почему что-то называется ягодой. И вот это почему есть в арбузе. Гриб мы называем обычно растением, но ботаники говорят, нет, гриб это гриб, это не растение и не животное, это между тем и другим, где-то находится это гриб. А нам-то хочется сказать, что это какое-то замечательное, вкусное растение. Непонимание сути заставляет нас что-то отнести к чему-то, к этому не относящиеся. И напротив, отказаться от чего-то, сказать, это совсем другое, это совсем не ягода. Говорят, нет, забирай обратно. Арбуз это ягода. И вы знаете, когда человек не понимает сути христианства, он может проглотить не христианское, потому что это очень похоже на христианское, и отвергнуть истину, потому что она выглядит как-то совсем не похоже. Очень важно вникнуть в суть и вот как раз та тема, которую мы сегодня поднимаем, является сутью христианства вообще, то, что делает его уникальным явлением. Если мы говорим в проповеди, часто упоминаем слово вера, это еще не значит, что мы не проповедуем законничество. Есть те проповедники, которые очень часто используют это слово, и кажется, вот этот человек понимает путь веры как никто другой. Но вы знаете, я слышал у проповедников веры реальные законнические вещи. Они говорят о каком-то ветхозаветнем проклятии почему-то. Они говорят о том, что если вы не будете жертвовать, вы будете прокляты. И мне очень странно, почему человек, который изо всех сил уходит от ветхозаветных явлений, говорит, что проклятие над нами, вдруг теперь, когда человек не дает пожертвования, вдруг ветхозаветнее проклятие на него накидывается со страшной силой, какие-то родовые проклятия и так далее, все это с таким каким-то тоном поднимается. С другой стороны, проповедник, который употребляет с проповеди слово закон, и у людей, которые говорят мы спасаемся верой, это вызывает отторжение, это законничество совсем не значит, что если человек употребляет слово закон, то он проповедует законничество, так же если он употребляет слово вера, совсем не значит, веры. Многие говорящие о вере проповедуют закон. Некоторые упоминающие слова закон проповедуют на самом деле веру. Когда мы разберемся? Когда понимаем суть предмета. И нас уже не пугает терминология, и нас не пугает уже послание Якова, потому что если мы понимаем суть предмета, мы можем узнать в непохожем на учение об оправдании самое, что ни на есть, учение об оправдании. Апостол Павел так переживал о том, чтобы стоять в этом вопросе. Он говорит, я готов отдать все это филиппийцам в 3 главе, чтобы найтись в нем, в Боге, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая от Христа по вере. Он готов был заплатить любую цену, чтобы когда он предстанет перед Богом, вот эта тема, о которой мы сегодня говорим, в жизни была как должна. И Павел говорит в церкви города Галаты, вы начав духом, теперь оканчиваете плотью. Это жалкая, очень печальная и страшная участь многих церквей, которые начали правильно, потом соскользнули с пути веры, оказались во время Нового Завета под условиями Ветхого Завета, со всеми страшными, вытекающими отсюда последствиями, как мы говорили, остались без Христа, отпали от благодати. Очень-очень серьезный момент, поэтому давайте мы будем в этом деле разбираться. Я эту тему разбил на несколько частей, будут у нас несколько вопросов подниматься. Первый вопрос, история отношений человека и Бога. Мы позапрошлый раз говорили о том, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Собственно говоря, эта тема расшифровывает этот механизм. Мы говорили о том, что вера Богу запускает процесс праведности в нашей жизни. Она развивает, начинает, усовершает праведность, тогда как сомнение запускает процесс беззакония, развивает беззаконие и заполняет жизнь беззаконием. И мы говорили о том, что если так или иначе посмотреть в нашу прошлую жизнь и на все наши падения, они так или иначе связаны с верой или неверием, то есть с крушением веры или с проникновением неверы в наше сердце. И когда мы смотрим на Авраама, мы видим, что первоначальный замысел Бога во взаимоотношениях с человеком был путь веры, доверия Богу и надежды на Бога. Авраам верил словам Бога, и Авраам вверял свое будущее в руки Бога, это был путь веры. И Бог сказал, что Аврааму, что я дам тебе сына, дам тебе потомство, и в твоих потомках, в твоем потомке, в частности, будут благословлены все народы. Представьте себе, жил человек три с половиной, четыре тысячи лет назад примерно, и ему было сказано, что через то, что произойдет, через человека, который родится от него, на всей планете Земля люди получат благо. Это великое обетование. На втором этапе появился закон. Бог дал через Моисея закон, были даны заповеди, множество заповедей, первостепенных, второстепенных, и некоторые люди подумали, что сейчас мы должны с Богом так взаимодействовать. Чем лучше мы будем себя вести, тем лучше Бог будет к нам относиться, чем хуже мы будем себя вести, тем хуже Бог будет к нам относиться. И на том этапе именно такая схема действовала. Но закон был лишь зеркалом. Библия говорит, с законом познается грех. Бог дал человеку первая цель закона, просто человек должен был увидеть себя. Зеркало и мыло – это не одно и то же. Когда вы видите в зеркале, что ваши щечки испачканы ваксой, вам зеркало не поможет удалить эту ваксу. Вам нужно еще второе средство. Закон не был способен очистить человека от греха. Закон был дан только для того, чтобы человек мог увидеть себя. И второе, что выполнял закон – он сдерживал силу греха. Когда вы посмотрите в зеркало и увидите, какой вы запачканы, вы, может быть, в следующий раз подумаете, надо ли мне снова вот так ревностно чистить ботинки, что эта щетка достает у меня до моего лица и так далее. Вы делаете какие-то выводы. Процесс принципиально не решается, но тем не менее как-то притормаживается. И апостол Павел говорит, что закон был дан по причине умножения беззакония. Закон сыграл свою роль. Как бы некий такой, знаете, как бы заторможенные греховные процессы были в жизни человека. Но измениться человек не мог. Апостол Петр сказал, что закон был бременем и игом, которого не могли понести. Ни отцы наши, ни мы. Наступает третий этап. Очень важный. Приходит Ян Креститель. В чем была задача Яна Крестителя? К моменту, когда пришел Ян Креститель, люди поступили очень хитро. Весь закон, как мы говорили, состоял из сложных, трудных заповедей. И таких, как отдавать десятину, выполнять субботу, какие-то омовения совершать, ходить на празднество, приносить жертву. То есть то, что под силу человеку. А вот, чтобы человеку не прелюбодействовать, не поклоняться чужим богам, не пожелать чужого, чтобы почитать отца и мать, вот эта моральная сторона была трудна. И хитрая человеческая природа сделала следующее. Люди тихонечко, незаметненько, уклонились от моральной стороны, куда-то там запрятали свои прелюбодеяния и сребролюбия внутрь, откровенно это не показывали, на улицах молились, прикрывались благочестивой одеждой, а стали очень сильно обращать внимание на то, чтобы правильно принести жертву, вовремя прийти на праздник, в субботу не пошевелиться, лишнего шага не сделать, лишний раз там не сдвинуться с места, с десятину отдать, даже с укропа, с тмины, со всех зернышек, все стало здорово. И вы знаете, когда человек так поступает, ему кажется шикарно. Вот сидит человек за столом, собрал урожай, и выщитывает эти все трапки, 10, там 15 кучек, вот здесь 9 частей, здесь одна десятая часть, это он унесет в храм, лишний раз взвесил, все провел, здорово, замечательно, отряхнул свою одежду, проверил свои надписи закона на своей одежде, посмотрел на часы, которых тогда еще не было, и пошел вовремя в храм, благополучно пройдя мимо избитого человека, чтобы, не дай Боже, опоздать на службу, все здорово, ощущение, что я вот так все делаю, как говорит Господь, благословение, это мой удел, и приходит Иоанн Креститель, и начинает, отодвигает в сторону, это все второстепенно, говорит, молодцы, это у вас получилось, это здорово, но знаете, это самое ничтожное, из того, что Бог требует от человека, и как начал скрывать внутренности людей, и как начал обличать иудейский народ, и иудейский народ, послушая проповедь Иоанна Крестителя, понял, что иудейский народ не лучше языческого народа, откуда появляется крещение, водное которого не было в Верховом Завете, оно появилось в промежуток между заветами в эти 400 лет, когда язычники, видя, что закон, проповедуемый Израилем, он самый лучший всего, что можно найти на земле, и Бог, и на самом деле Бог живой, язычники обращались в иудаизм, и проходили через обряд посвящения, то есть их погружали в воду, оттуда из воды, значит, вынимали, и таким образом они приобщались к иудейской религии. И вот приходит Иоанн Креститель и говорит, ну-ка, иудеи, все в воду. Другими словами, иудею, обрезанному потомку Авраама, надо было сделать то, что делают язычники. Иоанн Креститель возобновил это зеркало, поднял, протер его от всякой пыли, и показал людям, что они в грехе падшие существа, а самым лучшим представителям иудейского общества, которые пришли креститься, вообще не знаю, как они на это решились, он говорит, порождение хиднины или современным языком, отроди из мины, что вы пришли? Покайтесь по-нормальному, покайтесь по-настоящему. Иоанн Креститель выполнил очень важную задачу, он сбил спесь с иудейского народа, он дал им всем понять, что они находятся в глубоком отпадении от Бога, и их святость никакая и ничтожная. И потом, когда приходит Иисус, Притеча показывает, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, вот тот, который изменит нас, и начинается возвращение к первоначальному замыслу Бога, когда, подобно Аврааму, человек начинает строить свои взаимоотношения не на своих усилиях, но на доверии Богу и принятие того пути, который Бог определил для человека, путь веры в Господа Иисуса Христа. И вот, чтобы нам этот вопрос сейчас увидеть, давайте посмотрим, что Библия говорит нам о праведности человека, который находится вне Бога. Я прочитаю только некоторые тексты, и, возможно, это будет у нас на такой печальной ноте, последний абзац сегодняшней проповеди. А говорю, что в Священном Писании понятие правда и праведность это знак равно. 99,9% случаев это одно и то же слово. Поэтому, когда я буду читать термины, где говорится не праведность, а правда, знайте, что это то же самое абсолютно слово. Исайя 59, глава 6 стих Бог говорит так о праведности человеческой. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Как метафору, праведность сравнивают с одеждой. И вот посмотрите, одежда человеческой праведности выглядит как паутина. Если кому-то непонятно это ощущение, найдите дома у себя паутинку, если вы не очень рачительная хозяйка, это должно быть в углах потолков. И попробуйте хотя бы косыночку из этого сплести и какое-то подобие покрывало, и посмотрите, как это годится на одежду. Вы даже в руки взять это все не сможете, как это все развалится. Там Библия сравнивает не грехи человека, а праведность человека, все его лучшие достижения, самый-самый-самый замечательный человек, его праведность как паутина. Исайя 57, 12. Я покажу тебе правду твою и дела твои. Не грехи, а правду твою и дела твои. И дальше говорится, они будут не в пользу тебе. Когда человек достигает что-то в своей нравственной жизни, и Бог начинает взвешивать это на своих весах, то, чем мы хотели оправдаться, превращается в наше обвинение. Они будут тебе не в пользу. Настолько изъедены все наши лучшие дела и побуждения червям беззакония, когда мы вне Господа, что вот такое сравнение, что даже праведность наша не в пользу нам. Осия 6, глава 5 стих. Благочестие твое как утренний туман. На что способен человек? Посмотрев героический фильм о том, как какой-то человек собирал по улице бездомных детей и кормил, и поил, и защищал, и последним отдавал. И человек говорит, все, начинаю новую жизнь, все, в понедельник пойду кому-то помогать бедным и счастным утром уже в 6 утра. Какая помощь? Куда все? Зима, такая депрессия, понедельник, утро, холод, стоять на остановке трамвайной, мне бы самому бы, самому бы выжить, а? Мне бы самому было бы на что поесть. И смотришь, вот такое все, туман такой назрел, такой густой, такое большое будущее. И только солнышко посветило, и только первая трудность, и только первая трамвайная остановка, только первый раз наступили мне на ногу, и только первый раз сказали, что ты там для рекламы, что ли, в сиротский дом-то пожертвования внес, и все, все, хватит. Вот это человеческое благочестие. Еще один текст, Исаии 64, Я прошу тех, кто имеет доступ к оригинальному тексту, да, сейчас есть эти возможности, я не буду говорить, как в оригинале это звучит, потому что это неблагозвучно для того, чтобы озвучивать микрофон. Вы дома это посмотрите, Исаии 64, у кого есть библейские программы, My Bible, Bible Quote и прочее, посмотрите, вы будете очень впечатлены. Написана, вся праведность наша, как запачканная одежда. Это очень мягкое выражение оригинального текста. Пусть хотя бы любопытство вас побудет посмотреть, что там в тексте написано. И, наконец, как резюме, Римлянам 3,23 написано, все согрешили и лишены славы Божией. Вы знаете, что служители, пастыри, да, это люди, которые наиболее избавлены от иллюзий по поводу хорошести человека. Выражусь так. Знаете, когда человек не взаимодействует с большим количеством людей, которые откровенно рассказывают ему о том, что у них внутри, то складывается ощущение, что есть в обществе очень хорошие люди и очень плохие люди. И как даже некоторые верующие говорят, такой хороший, только уверовать осталось. Ко всеми вот этому всему замечательному еще веру приклеить и вообще будет здорово. Если вы так мыслите, вы не понимаете сути христианства. Служители имеют общение и знают, как часто за фасадом благополучия, порядочности, уважаемости, репутационности скрываются такие низкие вещи, что не в жизнь бы окружающие не поверили, что человек на такое способен даже подумать и не только сделать. Библия говорит, человек абсолютно испорчен. Человек со всеми своими попытками сделать себя правильным, лучшее, что достигает, если сравнить с одеждой, это паутина, это грязная одежда, это туман быстро исчезающий, это какие-то кратковременнейшие вспышки положительного, которые потом очень быстро угасают. В таком потерянном состоянии находится человек, эту весть пытался донести Ян Креститель до израильского народа и те, кто приняли, были готовы к приходу Мессии, те, кто не приняли, не были к этому готовы. Я жду вас, братья и сестры, на какое-то из следующих служений, где мы сможем это продолжить, но вот эта мысль, которую сегодня я закончил, оставил нам, должна развеять наше, если мы еще сегодня представляли себе, что мы можем себя спасти, что мы замечательные люди и Богу вообще-то, вообще как здорово, что я пришел к Богу, да, я смотрю, тут один бывший наркоман, другой бывший алкоголик, а я-то как бы ничего такой человечек, и как бы тут вот в таком обществе поразбавил я их, собственно говоря, если у вас сопровождает такое мышление, вы не понимаете, что такое праведность, с которой Бог сравнивает нашу праведность, и для того, чтобы вот эта тема начала усваиваться в нашем сердце, вы знаете, что я хотел бы сейчас спросить с вами у Господа, Божий свет в жизнь каждого из нас, чей глаз ослеплен, кто питает иллюзии по поводу того, что мы можем, как мы можем, какие мы святые, замечательные и добрые без Божьего вмешательства в нашу жизнь, да придет Божий свет, пусть включится прожектор и даст нам увидеть все, что нам нужно увидеть, помолимся Господу. Спасибо.